У Гомеля по инициативе волонтерского руха по обороне бездомных живел отбылась и доброчинная акция «Подары им шанс». Месом ее проведения стала пляцовка городского центра культуры. Это уже 11-я спроба гомельских волонтеров уладковать добрые руки своих бездомных годованцев. Под час акции дом на были 25 живел. Под обязанностью в репортаже Вероники Ворошилиной. В этот день у городского центра культуры сустрелись волонтеры, не обаяковые гомельчане и браты наши меньшие из самых разных взрослых, а фарбовок и особливостью характеру. Ласкавые коты и котянеты, отданные собаки и щенюки. У каждого своя веселая мянушка и одночасово сумная история вуличного життя. Доброчинная акция «Подары им шанс» объеднала тех, кто щир ожидает о помощи бездомным живелам, которые за бездушность и жесткость своих господаров опынулись на улице. Свою подтримку простворшие номеры выказывали новодети. Кульминацией мероприемства стало знаемство с головными героями акции. Господаров шукали 34 коты и 33 собаки. Усеяны находились на часовой перотримце волонтерского руху по обороне бездомных живел «Подары им шанс». Представленные на акции живелы были прищепленные, дорослые, стерилизованные. Присутным дозволялось их гладить и наводбрать на руки. Одных раджане покидали акцию, хиба что не со слезами на вашах, а ли так и не выбравшись обед домашнего годованца. И иншие вертались до дома по особливому счастливыми, с шасвероногим сябром у руках. «Сказали, что это девочка и зовут ее малышка пока, а там уже как мы ее, может и так будем звать малышкой. У нас мальчики были тоже малышки, малыши, мальчики. Ну, будем любить. А это красавица наша, будет красавица девочка. У нас внуков много, внуки тоже ждут. Жить она будет у нас в доме, а на лето будет? Ну, зимой, а на лето уже в будочку перейдет. Мы вообще-то для мамы ищем друга в деревню, чтобы помогал мыши ловить. Мы животных любим. Знаем, что этот котик был бездомный. Надеемся, что у моей мамы ему будет очень хорошо». У вынику подчас акции свой дом знайшли 25 живел. Новоспеченные господары тут же на месте смогли отримать бесплатную консультацию ветеринарного врача. У сего за годы иснования волонтерского руху подарили им шанс, выротовано больше как тысяча бездомных живел. Шмот взроблено поражение их проблем. Подчас доброчинной акции у Гомеля так само працавали специальные пункты, куда необъяковые горожане могли принести корм, леки и иншие необходные приналежности. Зараз на часовый перетрымце волонтерского руху застается больше как 200 бездомных живел. Оказать им допомогу за все, где можете и вы. «В принципе, у нас в социальных сетях существуют группы, где у нас огромная активность. Контакт, одноклассники, фейсбук, у нас есть свой сайт. Поэтому люди могут заходить туда, предлагать свою помощь, либо спрашивать, задавать вопросы. Мы обязательно ответим по возможности. Мы всегда рады любой помощи. То есть это не должна быть финансовая помощь. Это могут быть корма, лекарства, амуниция, то есть поводки, ошейники и так далее. Мы рады любой помощи, которую нам оказывают гомельчане». Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадо «Кампания Гомель».